Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Надеюсь получить хороший совет от психолога. Я снова влюбился в своего бывшего парня. Видишь, мы очень редко уже как будто схожу с ума из-за того, что, наверное, у нас невзаимная любовь. Я не знаю, что делать, оставить просто его или же попробовать как-то в себя влюбить, или же как-то узнать, мой это человек или нет, мне очень сложно решить, что делать. В первую очередь, как вы... Вообще это, наверное, самый главный вопрос к вам, у меня. Как вы определите, как вы поймёте, что совет, который... мы вам... даём. Да? Хороший. Как вы это поймёте? Как вы определите, как вы сможете определить и понять, что вот... этот хороший, этот совет... хороший, а этот совет... плохой. А если вам... ну, не знаю, не понравится, например, то, что мы... то, что мы вам скажем, допустим. Ну, вот... банально. Не понравится вам... что тогда? Это первое. Второе. На мой взгляд, психологи не дают советов. То есть, психолог не может давать совет. Это было бы нарушением... нарушением... профессиональной этики. и это было бы актом... взятия... ответственности... на себя... за вашу жизнь. Что было бы... на мой взгляд... очень деструктивно. По отношению к вам. Следующий момент. На который я бы хотел обратить ваше внимание. Следующий момент... Следующий момент. Этот... момент... касается... как... мне кажется... того... что вы... сходите с ума. То есть... что... это за... чувство? Как вы его... эээ... себе объясняете? вот... вы страдаете от... невзаимности? вам... вам больно... эээ... ну... вам больно... ээ... чувствовать невзаимность? если да, то... хотелось бы увидеть... почему... точнее... как... у вас... это... происходит... конкретно... вот... ээ... и... дальше... есть ощущение... что вы идеализируете... человека... ээ... то есть... вы... центрируете на нем... ээ... потребности... вот... приписываете... ээ... человеку... свои... ээ... значит... мечты... возможно... ээ... вот... и... в общем и целом... я бы... сказал... что это вас очень... ээ... сильно... ээ... ээ... ну вот... ну вот... дезориентирует... ээ... если вы... ээ... ээ... в данном случае... понимаете... ээ... ээ... что я имею ввиду... ээ... ээ... то есть у вас это вот... просто... эээ... ну вам это просто мешает... по большому счёту... вот... мешает... эээ... в какой-то степени... Ну, отделить себя от другого человека, что вообще-то довольно необходимо сделать, потому что не отделяя, вы не сможете находиться в отношениях, то есть вот не отграничивая себя от другого человека, вы не сможете находиться с ним в отношениях, ну, адекватно, здорово. У вас этого просто не выйдет, понимаете, да? Дальше, вы спрашиваете, что делать? Ну, вот, в смысле оставить ли его или влюбить в себя? Я думаю, что вряд ли, прямо сейчас, вы можете, что называется, по щелчку пальца, вот, то есть вот я не думаю, что вы можете вот так, по щелчку пальца делать то, что вам, скажем, мы, специалисты, там еще там, вы находитесь в определенном эмоциональном состоянии. Ключевой момент, которого заключается в том, ну, один из ключевых моментов, которого заключается в том, что вам всего-то очень сильно хочется, что вы очень сильно в чем-то нуждаетесь, что вы, вот, что называется, тотально, вот вы, тотально себя пропускаете, игнорирует себя тотально, и возводит его в абсолют, как мне видится, что довольно естественно, другого человека, вот, что довольно логично, потому что, а если вы обесцениваете, пропускаете себя, то вы будете идеализировать и возвеличивать другого человека, таким образом, вот. То есть в этом смысле, к сожалению, картинка, картинка предельно ясна. Поэтому учиться уделять внимание себе, учиться разбираться, вот, в своих чувствах, в своих эмоциях, в своих переживаниях, в своих желаниях. Это то, что вам необходимо учиться делать. И это то, против, против чего, на мой взгляд, особенно по началу, вы будете протестовать, то есть это то, вот, против чего вы будете, ну, бороться, как-то, как-то вот, сабодазничать, ну, сабодазничать в какой-то степени и так далее. Поймите меня правильно, вот, ни в коем случае не пытаюсь вас обвинять ни в чём, вот. Я не считаю, что это возможно, но просто хочется вот, как-то полную картинку вам показать. Потому что она это картинка должна вырисовываться. У вас перед, скажем так, внутренним взёлом, да? А сейчас этого вот, к сожалению, не происходит. Понимаете, да? Какая штука. Неприятно ли это? Да. Конечно. Можно ли это исправить? Да, может. Только советами здесь не обойтись. Нужна работа, регулярная работа над собой. Ну и желательно такой интерес к себе, такое, знаете, любопытство. Я бы так это сказал. То есть вот, крайне желательно, чтобы у вас это любопытство себя познавать было. И тогда, я думаю, в общем-то, вся проблематика решится. Сейчас, сейчас вы просто спрашиваете нас о том, как вам лучше в этой ситуации поступить. Вот. Никто не знает, как вам лучше в этой ситуации поступить. Потому что, жизнь она ваша. Вы ей распоряжаетесь. На мой взгляд, лучше всего вам будет поступить в соответствии со своими чувствами. Но только чувствами настоящими. То есть теми, которые вы испытываете на самом деле. А не страх, или зависть, или ревность, или что-то еще. Такое. Немножечко про другое. Я бы рекомендовал вам также посмотреть какую выгоду вы можете получать от своего текущего состояния. Что это могла бы быть за выгода? Что могла бы эта выгода из себя представлять? Для вас. Вот. Постарайтесь ответить себе на этот вопрос. Это не простой вопрос. Потому что, вероятно, вам не захочется на него отвечать. Вероятно, вам захочется как-то увильнуть от ответа. Но. Это важно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Пригодец. Удачи.